Здравствуйте! И мы снова приветствуем вас в рубрике IELTS 2 за 2 от TG Group. Сегодня мы поговорим о Listening Section и более подробно о том, какие вопросы задаются обычно на Listening Section. Я уже ранее говорил о том, что на Listening Section есть четыре секции, подсекции, скажем так. Две из которых относятся к социальным темам и две из которых относятся к академическим. Но сегодня мы более подробно разберем, какие вопросы бывают по всем секциям. Опять-таки, в IELTS всего бывает 7 видов вопросов. Первый вид – это Multiple Choice Question. Судя по названию, можно спокойно сказать, что Multiple Choice, то есть из нескольких видов, нам нужно выбрать один. Но это недалеко так просто, так как во многих случаях студенты просто не знают, какой вариант ответа надо выбирать. Соответственно, ничего, кроме данного варианта, вы дописывать не можете в свое AnswerSheet. То есть, если вам задан какой-либо вопрос и имеются четыре ответа, вы должны выбрать один ответ, который потом и укажете в свое AnswerSheet буквы, которые ассоциируются с этим ответом. Сложность здесь заключается в том, что, опять-таки, многие студенты не знают, как делать такие задания именно потому, что они считают, что что-либо надо дописать, либо что-либо не дописано. В таком случае, если вы не знаете, не знаете, как справиться с таким заданием, просто берите от противного. То есть, зачеркивайте все ответы, которые вы считаете исконно неправильными. Таким образом, вы оставите наиболее правильный ответ по вашему мнению. Второй вариант вопроса – это Short Answer Question. Опять-таки, судя по названию, мы можем сказать, что мы должны вставить в какой-либо ответ, то есть, в какой-либо gap, короткий ответ. Этот короткий ответ должен состоять как раз-таки из той информации, которую вы услышали. А также, очень часто в инструкции, то есть, в дисклеймере к данному заданию бывает такое, что у вас спрашивается написать именно write what you heard. То есть, вы должны написать слово в слово. Если в аудиозаписи вы услышите, к примеру, Вы не можете ни в коем случае записать в своем ответе То есть, сопровождать и сопровождающего. Третий тип вопроса, который может быть задан вам на Listening Section – это Sentence Completion. То есть, вам дается какая-то часть предложения, скажем, первая, и вы должны дополнить двумя или тремя словами. Опять-таки, обратите внимание на Instructions. Там может быть написано write no more than two, three or one word. Что касается данного задания, вы можете в данном задании спокойно перефразировать фразы. Вот, к примеру, если вам сказано Pharaoh's Thumb, то есть, гробница фараона, вы можете написать the Thumb of the Pharaoh, если у вас нет ограничения. Либо же, наоборот, перефразировать the Thumb of the Pharaoh в Pharaoh's Thumb. Четвертым типом и наиболее сложным по сравнению с остальными для студентов я назову Tables, Flowcharts и так далее, и так далее, и так далее. Таблицы, Maps, которые нужно заполнять, прослушивая аудиозапись. Сложность, которая заключается в данном задании, это то, что вы должны четко знать, что означает, к примеру, on the right, или turn on the left, или right down the road. Опять-таки, если вы свободно владеете данными словами и имеете хороший опыт в ориентации в какой-либо местности, то данные задания будут вам, в принципе, легки, за исключением TableChart. В TableChart все, в принципе, идет стабильно. То есть, все вопросы появляются по sequence, по какой-либо следовательности. Опять-таки, первое задание, все в первой полосе. Второе задание, все во второй полосе. Может быть такое, что в разных значениях у вас будут пропущены разные ячейки, которые вы должны будете заполнять. Но это все будет проделываться именно в последовательности, что, в принципе, не должно вызвать у вас затруднений. Следующим заданием, которое может быть вам задано в Listening Section, может быть Labeling the Diagram or Labeling the Cells in Diagram. То есть, вам дана, к примеру, таблица, и в этой таблице вы должны записать какое-либо название какому-либо показателю. К примеру, если вам дано лондонский метро, и при этом при всем дано время, в которое бывают у вас rush times или, как говорят некоторые prime times, то есть наибольшее количество пассажиров, проезжающих в данном метро, вы должны понимать, что в ячейке сверху, то есть в Labeling, у вас должно быть именно passenger number, а не number of the race или, к примеру, the time of the train, number of passengers. И последним, но не наименее важным вопросом, который вам может попасться на Listening Section, будет matching. Matching, опять-таки, означает нахождение пар. То есть, вам даны несколько предложений, скажем, четыре предложения. Они даны вперемешку, то есть одно предложение разделено на две части и разделены данные предложения на два столбика. Соответственно, они перепутаны в порядке. И вам нужно просто найти, к какому предложению соответствует какое продолжение. Это задание, в принципе, сделать легко, если вы поймете суть своей аудиозаписи. А чтобы это сделать, вы должны вернуться к, опять-таки, к open listening и к targeted listening. И обратите внимание на детали, которые вследствие вы должны будете указать в answers to your questions. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео вам понравилось. До встречи в следующем видео. Ставьте лайки, делитесь данным видео. До свидания. Good luck, guys! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok